Привет, мариманы! Сегодня посмотрим Battle Pass текущего обновления. Да, видео должно было бы выйти пораньше, но, сами понимаете, надо бы хотя бы поиграть на всём на этом, чтобы составить своё непредвзятое мнение. И Battle Pass, хочу вам сказать, получился очень богатый, особенно что касается его донатной части. Но начнём мы с бесплатного корабля, который ждёт нас в конце. JS KaTori, первый представитель нового класса десантных кораблей. Отличается от остальных наличием нового юнита, подводного дрона, который на секундочку позволит каждому почувствовать себя капитаном Немо, даже если вы не любите подводные лодки. Но вначале о самом корабле. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, его рельсотрон, стреляющий с зелёными джедайскими снарядами. В отличие от пушек Конституции, этот рельсотрон попадает точно только при полном сведении, поэтому запаситесь терпением перед залпом, стрелять при неполном сведении практически бесполезно. Но 78 тысяч урона, ребят, того стоит. Плюс к этому у нас есть два РБУ и две ракеты. И при таком, казалось бы, скромном наборе вооружения кораблик очень хорошо может за себя постоять. Вот прямо сейчас вы видите эпизод, где я запутался в островах, но, тем не менее, успешно справляюсь с двумя кораблями. Тут, конечно, мне ещё помогают два вертолёта. Мне посоветовали поставить два дифианта. Это хороший выбор. Не знаю, правда, где вы их найдёте, но, тем не менее. Дополнительно к этому, живучести корабля способствует огромный набор ПВО. У вас две автопушки, пять открытых слотов под ПВО и два залоченных шахтных ПВО. Набор достойный авианосца. Кстати, появляться на карте вы будете именно на спавнах авиков, что немного подбешивает, так как этот корабль рвётся в бой. Он действительно хорош, даже если вы не будете пользоваться подводным дроном. Единственное, что немного омрачает праздник, это не очень хорошая ТТХ, но всё-таки десантный корабль. При этом совсем корытым его тоже назвать нельзя. Да, динамика разгона у него весьма посредственная, как и манёвренность. Но 21 узел скорости не так уж и мало, вспомните нашего любимого басистого, который выдаёт всего лишь 19. Который двигается со скоростью Конституции, и для спокойного игрока этого в целом достаточно. Тем более, что Которий, как и Конституция, в принципе, может играться от позиции. Рельсотроны позволяют, ракеты есть в количестве двух штук, но и гранатомётам научиться стрелять также можно. Конечно, можно в слот граников поставить что-то ракетное, но я бы не советовал, так как Который рано или поздно стоит попробовать в ближнем бою. Это весьма удивит вашего соперника, ведь он-то ждёт, что он будет сидеть за островом и управлять подводным дроном, чего, конечно же, делать не стоит. Дрон обладает весьма посредственным искусственным интеллектом, другими словами, плывёт чёрти куда и чёрти зачем. И использовать его стоит примерно так же, как вы бы использовали торпеды, то есть выпускать, когда уже противник на прямой видимости, и когда дрон уж точно его найдёт и начнёт атаковать. Вот, кстати, можете обратить внимание, он ещё и затупил, и заплыл назад корабль. Выпускаем снова, и тут он уж будет атаковать Type 096. В целом, не советую долго сидеть на дроне, играйте на корабле, а дрон выпускайте только в каких-то экстренных ситуациях. Ну или, чтобы кого-нибудь из-за угла удивить, тоже отлично подойдёт. Сам дрон весьма быстрый, 30 узлов скорости, но он их долго набирает, поэтому засвет с дрона, ну такая себе затея, проще вертолётом это сделать. Поэтому он, скорее, изюминка корабля, милая особенность, чем какой-то там супер-вундервафля, которая меняет ход боя. Не увлекайтесь игрой на нём, и больше времени уделяйте кораблю. В целом, который очень порадовал. Новый корабль, новый класс. И вот если я про Акидзуки говорил, что это проходняк, то Катори это интересный экземпляр, с интересным геймплеем, при этом весьма мощный корабль. Так ещё и достаётся нашим игрокам абсолютно на халяву, только пройди батл пасс. Так что, Артшторм постарались, молодцы, одобряю. Есть, конечно, подозрение, что мы и в Офере теперь какой-нибудь десантник увидим, да и в батл пассах эти дроны будут появляться регулярно. Ну что ж делать, разработчики хотят кушать. Будем следить за развитием событий. Ну а мы переходим к вип-авиации, и добавили нам целых два юнита, это Штурмовик и Бомбардировщик. И что удивительно, оба от дизайнерского бюро Панспатиал, что уже, казалось бы, повод купить батл пасс, ведь внешний вид просто бесподобный. Да и ценник на рынке, я думаю, впоследствии будет соответствовать. Сам я, кстати, не ахти какой авиатор, и по заветам Меврика я не умею наносить по миллиону урона за первую минуту боя. Тем не менее, даже в моих руках авиация показала себя весьма эффективной. Давайте поговорим о ней подробнее. Во-первых, бомбардировщик Jackknife. Это трёхкнопочный ракетник для тех, кто соскучился по временам доминирования J-25. Объединяет бомбардировщик с этим знаменитым штурмовиком наличие хорошего курсового пулемёта. Ну и два ракетных слота с неплохой дальностью поражения. Скорость самолёта весьма высока, а тормоза практически останавливают его на месте. Единственный минус, который я нашёл, это отвратительная манёвренность. Но чем-то надо пожертвовать. По экстерьеру чисто десептикон. Если описать его одним словом, он кайфовый. Те, кто умеет устраивать карусель из авиации, наверняка оценят этот самолёт. Ну а теперь переходим к ромботам. Штурмовики с весьма причудливым дизайном. Скорость у них невысока, зато умеют зависать на месте в воздухе. А с вооружением у ромботов полный порядок. Во-первых, мощнейшая пушка, которая может косить авиацию. Во-вторых, слот ракет с хорошей дальностью. Ещё один слот ракет не отводится ловушками. И третий слот вообще неуправляемых ракет, соответственно, тоже не отводимых. А для тех, кому и этого мало, есть антиавиационная ракета воздух-воздух, тоже не отводимая. Таким образом, эти штурмовики могут ещё и роль истребителя на себя спокойно взять. Таким образом, получается эдкая небыстрая машина смерти. И вот мы имеем два отличных авиационных юнита. И как я уже говорил, я не самый лучший авиатор. Но наш Меврик высоко оценил эти самолёты. Прислал мне в личку скриншот, где он на этой авиации лям-300 набил за минуту. Я такие цифры за целый бой, дай бог, получаю. Обещал записать показательный бой на новой авиации. Так что, если вы не подписаны на канал, срочно подпишитесь. И в ближайшее время увидите, как играет ПРО. Ну а пока можете послушать наш подкаст с Мевриком, где мы говорим об авиации и в целом о судьбах игры. Ну и раз пошла минутка рекламы, то советую вам всем подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Сейчас там проходит розыгрыш. 15 кораблей, 15 прем-аккаунтов, 1 вип-батл-пасса, 1 прем-батл-пасса и 1000 золота. Участвуйте и выигрывайте. Ну а поскольку про авиацию мне сказать больше нечего, переходим к оставшейся части нашего батл-пасса. В вип-часть нам положили новую пушку Центаура. Это очередная убийца монарха. Немного больше скорость полета снаряда, немного выше скорость перезарядки. При этом урона меньше и опять все завязано, как и в случае с Берегом, на критическом уроне, шанс которого в этот раз равен 20. При всем при этом ДПМ монарха немного ниже, чем ДПМ Центаура, о чем нам говорят цифры на МВСТАЦ и что подтверждается лабораторными тестами. Особенностью Центаура является наличие небольшого АОЕ урона, что позволит вам взрывать ракеты противника на взлете. Ну если конечно все сойдется. Мелочь конечно, но приятная мелочь. Если у вас получилось проделать такой фокус, пишите об этом в комментариях. В целом ради этой пушки вряд ли стоило бы покупать вип-батл-пасс, но в комплекте с авиацией она чудо как хороша. Именно ее сейчас вы и наблюдаете на моем басистом. Вместе с еще одной новой оборудкой, это российская РБУ 2500. Да, друзья, я очень люблю гранатометы, и этот меня не разочаровал. ДПМ у него немного, но выше, чем у самых лучших гранатометов нашей игры РУР-5С. Расплатой за это является его пониженная дальность. Всего 7,8 километров. К сожалению, забирать авианосец на респауне с ним не получится. Но этот минус не такой уж и минус, так как в ближнем бою РБУ 2500 превосходит РУРКИ и в целом мне очень нравится. На басистом и немецком F-126 эти гранатометы будут просто шикарно смотреться. И вот как раз ради них уже стоит задуматься о покупке, ну как минимум, премиум части батл-пасса. В которую нам также положили израильские автопушки Тифуны. Да, они хуже Сигмы, что касается ПВО, но при этом они лучше бьют корабли. И если Сигмами вы еще не разжились, то Тифуны вполне себе могут их заменить. Вещь годная в хозяйстве сгодится. Там же в премиумной части находится китайское ПВО JRNG-6. Несмотря на свою невысокую стоимость на рынке, из-за того, что его уже как-то раздавали, это топовое ПВО нашей игры. Жринги прекрасно себя чувствуют в связке с гарпунами. Возможно, это одна из лучших связок для противоракетной обороны. Будут приятным дополнением для тех, кто решит раскошелиться и приобрести себе батл-пасс. В бесплатную часть, помимо бесподобного корабля, нам положили всеми любимые ракеты от Мака. Всеми любимые они за то, что спамят и очень хорошо проходят ПВО. Вообще, это моя любимая ракета из всех нелазерных. И приятно, что разработчики опять выдают ее бесплатно абсолютно всем игрокам. Напомню, что появилась она в игре именно в платной части батл-пасса. Получить ее вы должны обязательно и не продавать ни в коем случае. Возможно, стоит ради этой ракеты даже несколько раз пройти батл-пасс, потому что как минимум две должно быть на вашем аккаунте. Ну вот, в общем-то и все. Да, еще есть камуфляжи и аватарки, но я их обозревать не буду. Я думаю, что вы уже сами все посмотрели. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого батл-пасса. Будете ли приобретать платную часть, может быть, уже купили. Будет интересно посмотреть и мне, и разработчикам, которые тоже смотрят этот канал. С вами был Алекс Шикака. Хороших вам боев и всем пока!